Привет, друзья! Это Анатолий Айс, и сегодня я хочу вам представить такую серию видео. Может быть, даже это можно будет назвать целым курсом, хотя курс это, наверное, слишком официально. Скорее, это будет серия познавательно-исследовательских видео на тему Max for Life. Что такое Max for Life? Официально это графический язык программирования. Точнее, языком программирования называется сама программа Max MSP, которая еще в середине 70-х, точнее, в середине 80-х начала разрабатывать калифорнийская компания Cyclic 74 и, собственно, по сей день продолжает ее развивать и совершенствовать. Пару лет назад, может быть, чуть больше, отважные и во многом гениальные парни из компании Ableton решили интегрировать Max в музыкальный редактор Ableton Live. И в настоящее время, если вы счастливый обладатель полной версии Ableton Live под названием Ableton Live Suite, то у вас уже есть Max for Life и множество разнообразных устройств, которые вы можете использовать в своем творчестве. А если же у вас, но иная версия Ableton Live, интро или стандартная, то вы можете приобрести Max for Life отдельно на сайте ableton.com и наслаждаться новыми возможностями, которые он вам подарит. Итак, что же это такое Max for Life? Вы когда-нибудь собирали конструкторы, друзья? Я думаю, вы знаете, что такое лего. Каждый из нас с ним ковырялся. Так вот, Max for Life — это эдакая лего внутри Ableton Live. С помощью этого лего мы с вами можем создавать собственные инструменты, аудио и миди-устройства. А это вот если вкратце. А на самом деле возможности Max for Life буквально безграничны, и мы можем управлять видео, можем перепрограммировать миди-контроллеры, просто переделать весь функционал и даже внешний вид Ableton Live под собственные нужды. Ну, я не уверен, что мы с вами, конечно, копнем так глубоко, но программу минимум мы точно выполним, а именно научимся создавать различные полезные и нужные нам устройства. Итак, сегодня поговорим, что называется, о самых азах, познакомимся с интерфейсом и начнем, как профессиональные водолазы, плавное и неспешное погружение в Max for Life. Первое, что мы сделаем, это познакомимся с уже готовыми устройствами, когда-либо созданными гениальными людьми, которые мы теперь можем использовать в собственных нуждах. Располагаются все устройства Max for Life в категориях, в разделе Max for Life. Как я уже говорил, есть три варианта устройств, это аудиоэффекты, инструменты и миди-эффекты. Использовать все эти устройства мы можем абсолютно таким же образом, как и любой другой инструмент или эффект внутри Ableton Live, просто взяв и перетащив нужное нам устройство на нужную нам аудио-лимиди-дорожку. Давайте заглянем в аудиоэффекты, возьмем один из этих эффектов и перенесем их на аудио-дорожку. Устройство называется Циклотрон, это эдакий динамический фильтр, поведением которого мы можем управлять с помощью таких вот, ну, наверное, правильнее их назвать фейдеры. Есть фейдеры, которые управляют частотой, есть те, что управляют резонансом. А плюс еще некоторое количество функций, включая громкость. Давайте послушаем, как это устройство работает. У меня здесь есть уже загруженный драм-луп. Если мы его запустим, не выключив Циклотрон, затем включив, мы можем посмотреть, как он работает. Ну, думаю, принцип работы понятен. Что уникального в целом в устройствах Max for Life? В отличие от обычных устройств Avilton Live, которые мы можем просто использовать и которыми мы можем управлять, устройства Max for Life позволяют нам заглянуть им внутрь и посмотреть, как там все устроено. И также позволяют нам это устройство изменять, двигать и редактировать различные объекты, и даже менять внешний вид. Нажимая на кнопку редактирования, мы с вами попадаем в редактор патча, где нам открывается вся подноготная нашего устройства. И, если вы настоящий ниндзя Max for Life, вы, наверное, без особого труда разберетесь, что к чему здесь. А в противном случае, ну, можно просто попробовать поковыряться, что называется, методом Цика, посмотреть на результат, понажимать на разные устройства, посмотреть, что же в них такого интересного, что у них находится внутри, как они работают, покрутить те или иные ручки, ну и, в общем-то, посмотреть на результат. Это, конечно, не наш метод. Мы с вами начнем работу с чистого листа. И давайте удалим циклотрон. Уберем его с глаз долой. И на его место поставим так называемую заготовку аудиоэффекта. Мы с вами постараемся превратить эту заготовку в какое-нибудь, ну, пока довольно простое устройство. Как мы видим, заглянув внутрь, давайте сделаем его побольше, чтобы нам было все хорошо видно. Итак, как мы видим, заглянув внутрь, в этой заготовке уже кое-что создано. Это так называемые объекты. Важнейшие и основные компоненты Max for Life. Собственно, это детали того самого LEGO, которые мы будем соединять друг с другом и строить из них наше устройство. Сейчас перед нами два объекта. Один из них сигнал принимает, другой из них его отдает. То есть сейчас аудиосигнал фактически просто проходит сквозь нашу заготовку, никак при этом не изменяясь, как звук через, не знаю, пустую оконную раму. Соединены эти два объекта такими вот полосатыми кабелями. Такие кабели несут аудиоинформацию, то есть проводят звуковой сигнал. Через них проходит звук. Помимо них в Max for Life также есть соединительные кабели, которые несут данные. То есть цифро-буквенную информацию, которая в дальнейшем может быть преобразована. Ну, как-то, например, значение частоты фильтра, длительность звучания ноты, значение этой самой ноты, значение параметров атаки, релиза, в общем, и так далее, и тому подобное. В общем, то, что обозначается какими-либо цифрами или буквами, цифрами дробными или же целыми. Вот. Давайте вернемся к нашим объектам. Давайте попробуем создать что-нибудь. Для создания нового объекта есть несколько способов. Первый, самый простой и самый очевидный, это два раза кликнуть в любую область экрана редактирования и начать печатать название этого объекта. Как только мы напечатаем первую букву, Max for Life нам сразу же предложит целый список подсказок. И из этого списка мы можем выбрать то, что нам нравится. У каждого из этих объектов есть небольшое краткое описание. Давайте выберем вот этот объект. Мы с вами создали объект под названием Number. И это на самом деле очень важный объект, о важности которого мы еще с вами поговорим. Мы можем создать еще один. Давайте создадим еще один объект. Мы можем его создать таким же образом, либо скопировать то, что у нас уже есть, зажав кнопку Alt и нажав на него левой кнопкой мыши. Второй способ создания объекта это нажать на клавишу N. В общем-то это приведет к тому же результату. То есть фактически это сокращение от слова New. И здесь мы можем начать также набирать название нашего объекта. Плюс мы можем с вами обратиться вот в это левое меню. И здесь есть вкладка Objects. В ней все наши объекты, во-первых, разделены по категориям, а во-вторых, упорядочены по алфавиту. Собственно, мы можем попытаться поискать этот объект здесь, который нам нужен. Либо точно так же начать писать его название в окошке поиска, которое здесь называется Filter. Начнем писать название этого объекта. Он нам выдает опять же список похожих. И здесь внизу мы видим краткое описание этого объекта. Отсюда мы его можем просто таким же образом перетащить. Вот у нас уже здесь целых 4 объекта Number. Что мы с ними можем делать, друзья? Ну, мы можем их соединить друг с другом. Если мы посмотрим внимательно на каждый из этих объектов, у них есть точки входа, точнее, одна точка входа, и есть точки выхода. Точки входа называются инлетами, выходами, аутлетами. Количество их не ограничено. Есть объекты, у которых есть и то, и другое, инлеты, аутлеты. Есть у которых, ну, что-то одно. Либо только вход, либо только выход. Например, если мы создадим объект по названию Key, то можем увидеть, что у этого объекта есть 4 выхода и ни одного входа. Если мы создадим, к примеру, объект Print, у этого объекта есть всего лишь один вход и ни одного выхода. Входы и выходы очень важные моменты. Таким образом, мы наши объекты соединяем. Беремся за выход одного объекта, и у нас появляется тот самый кабель, по которому идут данные. Такая вот тонкая серая нить. Выход соединяем со входом. И что же у нас в итоге получается? Мы можем посмотреть, как у нас теперь наши два объекта друг с другом взаимодействуют. Для того, чтобы это взаимодействие проверить, нам нужно наш патч закрыть. Если мы взглянем вот сюда, в левый нижний угол, то увидим такой вот открытый замочек. Для того, чтобы проверить наш патч в работе, мы этот замок должны закрыть. Быстрое сочетание клавиш для этого действия — это Command-E. Запомните его, потому что открывать и закрывать патчи мы будем очень часто проверять их работу. А теперь проверим, как наши объекты взаимодействуют. Если мы будем изменять численное значение в верхнем объекте, за этим численным значением будет абсолютно параллельно следовать и нижний объект. То есть выходной сигнал, точнее сигнал, выходит из этого объекта и приходит вот в этот. Если мы будем поступать наоборот, изменять численные значения в нижнем объекте, верхний никак на это не будет реагировать. А все потому, что у объектов нет взаимодействия между выходом и входом. Причем расположение их совершенно не важно. Если мы наши объекты расположим вот таким образом, все будет происходить точно так же. Все просто, друзья. Давайте создадим еще один объект. Создадим графический объект. Например, пусть это будет фейдер. Можем его создать таким же образом, как и до этого. Фейдер, который управляет громкостью. Громкость у нас по-английски это, как правило, gain. Если мы начнем набирать слово gain, max4life нам выдаст список объектов, в названии которых есть слово gain. По краткому их описанию мы можем попробовать понять, какой же из объектов нам нужен. Ну, в данном конкретном случае нам нужен объект live.gain-tilde. Создаем его, и у нас появляется фейдер. С помощью этого фейдера мы, в общем-то, можем управлять громкостью входящего сигнала, и мы можем его соединить с нашими входящими и выходящими объектами. Как мы видим, здесь помимо того, что в нашей заготовке патча существует два объекта, plugin и plugout, также есть некие такие вот комментарии. Комментарии нам нужны для того, чтобы как-то помечать для себя, для чего мы создали тот или иной объект, что вообще будет происходить с нашим патчем, либо просто какие-то комментарии для себя, либо для тех, кто будет в этот патч вникать, может быть, пытаться его изменить. Для того, чтобы написать комментарий, нужно просто нажать на клавишу C, и мы сможем написать любой комментарий. Например, мы напишем здесь gain, просто напишем, например, gain патч. Прекрасно. Можем уменьшить его размер и переместить в нужное нам место. Итак, давайте теперь выходы и входы соединим с нашим фейдером. Как мы видим, у этого объекта есть два инлета, два входа и раз, два, три, четыре, пять, целых пять выходов. В таком виде они располагаются довольно близко друг к другу, и мы можем ненароком промахнуться, нажать не на тот выход, потянуть, в общем-то, не туда, соединить не с тем объектом и так далее. Для того, чтобы более детально и более точно понять, какие же выходы и входы нам нужны, мы можем увеличить размер нашего объекта. И если мы подводим мышку к одному из входов, мы сразу видим выпадающее меню, которое нам поясняет, для чего нужен тот или иной выход. Иногда это, в общем-то, понятно и очевидно, иногда не очень. В данном конкретном случае нам нужны левый и правый канал, то есть здесь они обозначаются как канал 1 и канал 2. Мы выделяем наш полосатый кабель и соединяем его со входами нашего фейдера, а выходы нашего фейдера соединяем с выходами объекта Plugout. Теперь мы, в общем-то, можем все уменьшить, сделать нужного нам размера и посмотреть, как работает наш объект. Можем его закрыть и теперь запустить наш драмлуп. Собственно, все таким вот простым образом работает. Это обычный фейдер, обычная регулировка громкости. Как нам теперь превратить вот эту вот такую вот схему в нужный нам инструмент? Что нам нужно для этого сделать? Давайте сделаем для начала так. Выберем наш объект, нажмем на нем правой кнопкой мыши и из выпадающего меню мы с вами выберем пункт Add to Presentation. Что произошло? Если мы уберем выделение с нашего фейдера, мы увидим, что он теперь окружен такой вот бордово-розово-красной полупрозрачной рамкой. Это означает, что теперь, если мы перейдем в режим презентации, который находится также вот здесь в нижнем меню, там же, где у нас находится наш замок, нажмем на Presentation Mode, то все остальные объекты и провода, и кабели исчезнут. Останется только наш Live Gain, который мы можем теперь перемещать туда, куда нам заблагорассудится. Но для того, чтобы наш фейдер был виден внутри Ableton, в так называемом Device View в нижнем экране, в котором размещаются все наши устройства и эффекты, нам нужно сделать еще одно действие. Нам нужно еще раз нажать на правую кнопку и вызвать экран инспектора. Экран инспектора также очень важная вещь, и мы к нему будем еще обращаться не раз. В данном конкретном случае он нам нужен для того, чтобы дать понять нашему патчу, что мы хотим открывать его в презентации. Здесь у нас есть надпись Open in Presentation, мы ставим напротив нее крестик, и видим, что у нас появилась такая вот горизонтальная черта внутри нашего патча. Эта черта обозначает то, что все, что находится сверху этой черты, будет видно внутри экрана Device View, внутри области Device View, нашим Ableton Live. Если мы расположим наш объект ниже, соответственно, видно его не будет. Поэтому помните об этом, когда вы будете размещать детали вашего устройства, различные регуляторы, ручки, кнопки, все они должны быть размещены вот в этой области, если вы хотите, чтобы они были видны, и чтобы ими можно было управлять. Что дальше? Теперь мы можем наш объект сохранить. Делается это, точнее, MASH PATCH, мы можем сохранить. Делается это самым простым способом, таким же, как и в любой другой программе. Мы можем выбрать в меню файл Save. Либо мы можем выбрать, то есть нажать на сочетание клавиш Command или Ctrl S. Нажимаем Save. Давайте сохраним его на рабочий стол. Пусть он, наш патч называется Gain. Сохраняем его. И как мы видим, вот здесь внизу, он у нас немного изменился. Давайте сделаем это как-то более, отцентруем наш фейдер. Нажимая на Save, мы будем видеть, как у нас все меняется. Все, теперь мы можем наш патч закрыть. И вуаля, мы создали с вами наше первое устройство. Вот так, друзья. Что я могу сказать? Это самое начало. Мы с вами сегодня познакомились с самыми азами работы в Max4Life. Начали изучать, так сказать, алфавит. Впереди нас ждет еще очень много интересного. И я буду рад узнать, услышать ваше мнение по поводу того, что бы вы хотели видеть, что бы вы хотели слышать, что бы вы хотели изучить. А может быть, хотели бы что-то рассказать сами. Уверен, среди вас найдутся люди, которые хорошо разбираются в Max4Life, которые умеют его программировать. Возможно, мы с вами сделаем что-то вместе. Может быть, запишем какое-то совместное видео. Очень буду рад с вами общению, обратной связи, ну и так далее, и тому подобное. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ну и, конечно, приходите на танцы, друзья. Всем доброго, пока.